Здравствуйте! Тема урока – значение микроэлементов и макроэлементов для жизнедеятельности организмов. Сегодня на уроке вы познакомитесь с такими ключевыми понятиями, как минеральные вещества, микроэлементы и макроэлементы, а также научитесь описывать роль микро- и макроэлементов в жизнедеятельности организмов. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Пища – это основной источник существования человека. В ней содержится около 600 химических веществ, более 90% которых обладают лечебными свойствами. Чтобы правильно использовать эти свойства пищевых продуктов, надо знать их химический состав, пищевую ценность, уметь правильно составлять рацион питания. Пища должна покрывать энергетические затраты организма. Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью, как белки, жиры и углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. Как вы думаете, почему? Минеральные вещества – это биологически значимые элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Минеральные вещества поступают в организм в основном с пищевыми продуктами. Всего в теле человека активно усваиваются более 60 химических элементов. Они отвечают за различные биологические функции, а их недостаток ведет к серьезным заболеваниям. Элементы, то есть минеральные вещества, содержатся в продуктах питания. Их можно разделить на две группы – микроэлементы и макроэлементы. Микроэлементы – это химические элементы, необходимые для протекания жизненно важных процессов в живых организмах. Их количество в организме измеряется в микрограммах. Несмотря на такое содержание, они крайне необходимы. К микроэлементам принято относить компоненты, которых организму требуется меньше 100 мг в сутки. К микроэлементам относятся цинк, железо, селен и фтор. Давайте более подробно рассмотрим каждый элемент. Цинк регулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает выработку сахарозы и крахмала. Содержание в плодах углеводов и белков. Участвует в реакции фотосинтеза, способствует выработке витаминов. Лучшими источниками цинка являются печень, мясо, мука-кама, ржаной хлеб, семена, орехи, молочные продукты и многие другие. Железо в организме человека встречается только в связанной, растворимой и нетоксичной форме. Свободное железо для человеческого организма опасно, поскольку оно быстро окисляется до трудно растворимых вредных веществ. Железо необходимо для кроветворения, где железо участвует в доставке кислорода от лёгких к тканям, для уменьшения усталости и поддержания нормального цвета кожи. Лучшими источниками железа являются продукты животного происхождения, как мясо, кровяная колбаса, постная говядина, а также клубника, крыжовник, орехи и другие продукты. Силен – это мощный антиоксидант, который усиливает иммунную защиту организма. Он защищает организм от накопления продуктов окисления, способствующих окислительной деструкции клеточных и органоидных мембран. Установлена зависимость между высоким содержанием силена в пище и низкой смертностью от рака, то есть онкологических заболеваний. Фтор содержится в питьевой воде и в продуктах питания в ионизированной или связанной форме. Фтор не считается незаменимым для человека микроэлементом. Лучшим источником фтора является питьевая вода. Фтор также содержится во многих дарах моря. В зубных пастах фтор содержится в некоторых количествах. Макроэлементы – это химические вещества, содержание которых исчисляется в организме граммами. К ним относятся магний, кальций, калий, фосфор и многие другие элементы. Рассмотрим более подробно каждый из макроэлементов. Магний регулирует многие биохимические и физиологические процессы. Около 60% магния в организме находится в костях. Магний нужен для нормального метаболизма углеводов, жиров и аминокислот. В составе солей в организме для формирования костной ткани, для работы сердечной мышцы и регуляции кровообращения, для нормальной работы нервов. Лучшие источники магния – это говядина, куриное мясо, рыба, семена, орехи, шпинат, ржаной хлеб, бобовые и многие другие продукты. Кальций. Общая масса кальция в организме составляет около 2% от всей массы тела и 40% массы минеральных веществ. 99%, то есть 1500 грамм, кальция находится в скелете человека в виде нерастворимых солей. Кальций необходим. Входит в состав скелета человека, его зубов и других тканей. Для обеспечения обмена веществ в тканях, для нормальной работы мышц, для процессов свертывания крови, для нормальной работы почек, для передачи нервных импульсов. Лучшими источниками кальция являются молоко и молочные продукты, рыба, темно-зеленые части растений. Калий является основным внутриклеточным ионом для всех типов клеток. Присутствует во всех тканях растений и животных. Он содержится в особенно высоких концентрациях в клетках растений, а в смешанной диете он наиболее высок во фруктах. Калий нужен для передачи нервных импульсов, для поддержания кислотно-щелочного баланса крови, для нормального углеводного обмена, для обеспечения сокращения мышц. Лучшим источником кальция являются продукты растительного происхождения, особенно сушеные фрукты и ягоды, топинамбур, шпинат, бананы, хлеб и многие другие продукты. Фосфор входит в состав клеточных мембран. Он важен для молекул РНК и ДНК, для минерализации костей и кислотно-щелочного баланса. Фосфор необходим для энергетического обмена организма, для работы мозга и центральной нервной системы, для формирования зубов и костей. Лучшими источниками фосфора являются продукты. Это рыба, молочные продукты, особенно сыр, говядина, орехи, киви, бобовые и многие другие продукты. Приступаем к практической части. Выполним следующие задания. Задание первое. Правильный ответ. Из нижеперечисленных элементов к микроэлементам будут относиться цинк, железо, фтор и селен. К макроэлементам кальций, магний, фосфор и калий. Задание второе. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Причины нарушения обмена минеральных веществ. Причинами нарушения обмена минеральных веществ является вариант Вариант Б. Тщательное очищение питьевой воды. Вариант С. Употребление лекарственных средств. Вариант Е. Стрессы. Задание третье. Из четырёх предложенных химических элементов три можно объединить в одну группу. По их процентному содержанию в живых организмах укажите элемент, который не входит в эту группу. Правильный ответ указан под номером 1. Медь относится к микроэлементам, так как её содержание в организме менее 0,001%. Подведём итог урока. Если наша пища лишена жизни, если важные питательные вещества отсутствуют в ней, то мы можем умереть от голода, даже при переполненном желудке. Минеральные вещества в нашем организме являются важными компонентами. Сегодня на уроке вы ознакомились с такими ключевыми понятиями, как минеральные вещества, микроэлементы, макроэлементы, а также научились описывать роль микро- и макроэлементов в жизнедеятельности организмов. Урок окончен. До свидания. До свидания.